здравствуйте мои подписчики и гости канала представляю вам отзыв и обзор новой книги о руки мураками от первого лица это сборник рассказов у меня эта книга вот в такой твердой обложки спереди она желтого цвета с как вы видите золотистой золотистым тиснением вот здесь вот эмбассированные части а сзади это черная обложка черного фона белый текст и также покрытая желтым цветом слова обезьянка этот сборник рассказов вышел в россии в 2022 году а оригинальная версия на японском языке в 2020 году это и понятно японский язык достаточно сложен для перевода и переводчику требуется какое-то время чтобы сделать перевод отредактировать и отправить эту книгу в издательство эта книга небольшая по величине она состоит из 190 страниц и включает в себя 8 рассказов я вам зачитаю их название к каменной подушке крем чарли паркер играет босса нову вы это это битлз название на английском языке сборник стихов о ласточках якута карнавал исповедь обезьяны из синагавы и от первого лица это этот сборник рассказов он и другие сборники рассказов которые выпускает мураками например один из его известных что я говорю когда я говорю о беге он сам бегун и довольно таки опытный рассказы они отличаются от романов тем что мураками удается в коротком рассказе который 15-20 страниц вот например в этой книге это самый длинный рассказ где-то порядка 45 страниц это немного по сравнению с объемом объемными романами которые имеют которые он пишет например убийство командора на 1200 страниц или 1 q84 на полторы тысячи страниц это конечно говорит о том что у автора есть талант не только на длинные формы на крупные формы такие как романы но и на короткие такие как рассказы те рассказы которые в ней помещены непонятно действительно ли происходили данные события самим автором в его жизни или же это выдумка с одной стороны я не буду сейчас углубляться во все рассказы возьмем только первые два с одной стороны они называются к каменистой подушке и крем с одной стороны эти события могли произойти в реальности с автором когда он был молодым но ничего не мешало этому автору как достаточно так как человеку обладающему большим большой фантазией ничто не мешало ему выдумать эти сюжеты поэтому прочитав эту книгу вы сами можете решить какой из рассказов правда а какой вымысел мураками можно сказать я уже повторял эту фразу и ее повторяют другие люди которые дают отзывы на его книги он верен себе он вплетает в повествование мелодии он рассуждает о местах японии он рассуждает о том когда ехать с одного места в другое рассказывает о бытовухе о бытовой жизни как живут простые японцы когда я читаю это я погружаюсь в эту атмосферу а так как я был в японии мне проще представить узкие улочки поезда трамваи и как другое вообще метро общественный транспорт допустим кафе который находится в японии как они оформлены как они выглядят изнутри мне это просто проще сделать чем тем людям которые в японии не были здесь я прорекламирую свой плейлист где размещал свои видео которые записывал японии этот плейлист находится в описании вы можете перейти посмотреть эти записи одна одна из записей как я был в японии вот она всплывет в подсказках и конечно когда я читаю мураками я погружаюсь я вспоминаю какие-то свои путешествия по японии как это было у меня как я например заблудился на горе коя где нужно было идти в гору или под гору и вот как раз в рассказе мураками от крем как раз мураками рассказывает о том как он заблудился в незнакомом месте это не только иностранец который приехал в японию который в первый раз увидел эту страну но и житель японии который родился там который живет там он тоже заблудился и рассказал об этом хотя как я вышел уже говорил что это что какой-то из этих рассказов или не один из этих рассказов а несколько рассказов могут быть выдуманными с выдуманными событиями которые не случались в реальности мураками он так строит свои повествования что и одновременно рассказывает о событиях которые были в реальности например о каких-то спортивных матчах каких-то спортивных событиях он привязывает свой рассказ к этому спортивному событию но наполняет рассказ возможно выдуманными событиями и это запутывает читателя по сравнению с другими книгами которые я уже на которой я уже делал обзор книга читается легко и может быть из-за того что рассказа коротенькие может быть из-за того что другой переводчик обычным уроками переводил коваленин но эти рассказы в переводе андрея замилова то есть другой переводчик может быть из-за этого может быть из-за того что коваленин был слишком пунктуален и переводил как можно более близко к японскому тексту а андрей замилов менее пунктуален и делает скидку на то что русскому читателю будет тяжело читать в кавычках подстрочник и он стремится к тому чтобы сделать текст ближе к нормам русского языка возможно мне эта книга понравилась я вам ее рекомендую если вы являетесь поклонниками харуки мураками благодарю вас за внимание и до новых встреч а вы знали что мураками в 1982 году выпустил сборник стихов он выпустил его за свой счет всего 500 экземпляров 300 экземпляров он продал два оставил себе остальные раздарил по друзьям и знакомым каждый экземпляр с его подписью интересно какое-нибудь издательство в россии переведет когда-нибудь и издаст этот сборник стихов мураками